Граффити новейшего российского танка Т-14 сразу обращает на себя внимание, благодаря своей красочности и, конечно, размерам. Александру и помогавшим ему другим талантливым брянским граффити-художникам потребовалось 6 часов, чтобы в точности выполнить рисунок. Забор завода «Дармаш», который был выбран брянскими активистами ОНФ, прекрасно подошел для реализации задумки уличных художников. Сложностей тут нет никаких, потому что опыт большой. Главное, чтобы больше привлекать людей, чтобы больше рисовать. Есть у нас опытные люди, но их мало. За 16 лет, сколько мы рисуем, их десяток соберется. Среди картин можно порой найти по-настоящему прекрасные вещи, но их немного, рассказывает Александр. Чтобы создавать шедевры, нужно время и, конечно, средства. Без поддержки сложно, поэтому граффити-художники разных городов с удовольствием отзываются на подобные акции. Это возможность законно реализовать свои идеи. Я каждый год планирую такие акции проводить. Сам инициативу проявляю. Я готов на такие проекты постоянно. В основном нравится, поэтому и делаю. Во Всероссийской акции «Патриотическое граффити. Ко дню победы» приняли участие Брянск, Калуга, Орел, Санкт-Петербург, Курск и многие другие города России. Улицы украсили изображения героев войны, военной техники, сцен сражения. Общероссийский народный фронт намерен и в следующем году продолжить эту патриотическую акцию, объединившую столько людей и городов. Екатерина Зодина, Владимир Сидоров. События. Брянск.